здравствуйте уважаемая рукодельница сегодня вяжем вот такой узор крючком здесь представлен двухцветный вариант но мы будем вязать одноцветный очень толстый такой объемный связан по кругу его можно вязать и прямой полотно но по кругу вязать легче начало вязания 1 воздушная петля далее делаем таким образом 3 воздушные петли столбик с одним накидом вот во вторую петлю здесь у нас одна воздушная петля остается столбик с одним накидом далее 1 воздушная петля далее 5 3 воздушные петли столбик с одним накидом здесь одна петля остается 1 воздушная петля и опять делаем такую ячейку 3 воздушные петли и столбик с одним накидом для образца наберем таких ячеек 5 штук ну а два Теперь соединяем в круг. Все, замкнули. Теперь начинаем вязать первый ряд. Три воздушные петли. Эти три воздушные петли у нас заменяют столбик с одним накидом. Далее теперь в каждой ячейке мы вяжем веер из трех столбиков с одним накидом. Первый ряд в раппорт не входит. Теперь один столбик с одним накидом вот между этими ячейками, где у нас одна воздушная петля. Опять веер из трех столбиков с одним накидом. И между ячейками, где воздушная петля, столбик с одним накидом. И так далее по всему ряду. Так первый ряд подошел к концу. Здесь последний веер из трех столбиков с одним накидом. И теперь мы этот ряд закрываем просто соединительным столбиком. Это три воздушные петли, которые заменяют у нас столбик с одним накидом. Теперь переходим ко второму ряду, делаем три воздушные петли. И теперь накид. И вот на этом столбике предыдущего ряда мы делаем веер из трех столбиков с одним накидом, но смещенное вниз. Первый у нас столбик заменен на три воздушные петли. И теперь мы делаем еще оставшиеся два столбика, смещенное вниз. Вот так. Теперь опять делаем столбик смещенный вниз. Один. Вот веер предыдущего ряда. Здесь мы выбираем центральный столбик. Вот так его. И на нем делаем один смещенный столбик с одним накидом. Далее опять. Вот у нас один столбик предыдущего ряда. На нем мы делаем веер из трех столбиков с одним накидом, смещенное вниз. На этом столбике делаем. Они у нас немножко закручиваются. Опять подхватываем. Вытягиваем такие, чтобы достаточно были они в одну линию смотрелись в ряду. Опять веер предыдущего ряда. Выбираем среднюю петлю. Делаем один столбик. И так до конца ряда. Заканчиваем второй ряд. Делаем столбик смещенным вниз на веере предыдущего ряда. И соединяем соединительным столбиком. Вот так. Все. Мы ряд закрыли. Теперь мы переходим к третьему ряду. Как вы уже догадались, мы будем их смещать в шахматном порядке. Веера и одиночные столбики. Вот у нас веер предыдущего ряда. Нам надо приблизиться к первой. Немножко сделаем здесь один стежок. Так. А теперь... Сделаем столбик смещенный вниз на среднем столбике веера. Теперь делаем веер из трех столбиков с одним накидом смещенный вниз на одиночном столбике предыдущего ряда. И один столбик с одним накидом на средней петле веера предыдущего ряда. Вот у нас получается вот такой рисунок. Поэтому он получается такой толстый. Итак, подошел к концу третий ряд. Повторяю второй и третий ряды. Здесь мы заканчиваем таким образом. Подсоединили. Все. Закрыли. Вот такой узор получается очень толстый. За счет смещения вниз каждого ряда. Плюс толстая пряжа. Здесь опять делаем три воздушные петли. И на этом столбике делаем еще два столбика смещенные вниз. Это у нас на стыке делается таким образом. Далее опять по той же схеме. Надеюсь понятно. Здесь в начале вязания мы делали дугу. Три воздушные петли и столбик с одним накидом. Чтобы у нас так делать лучше. Чтобы край допустим поменьше растягивался. Если такой необходимости нет. Тогда нужно делать три воздушные петли и столбик с двумя накидами. Чтобы ячейка была ровная. А здесь она немножко меньше растягивается. Но иногда требуется такой вариант. Малорастяжимый. Если вы делаете двухцветный узор. То после того как закрыли ряд. Надо переходить на другую нить. Здесь каждый ряд меняется. Три воздушные петли. И в зависимости от рисунка. Здесь надо будет делать веер. Далее один столбик. И так далее. Можно делать и прямое полотно таким узором. Но тогда придется смещать. Каждый ряд смещать придется вниз. А с другой стороны ряд придется смещать сзади полотна. Это не очень легко так скажем. Но можно при желании. Надеюсь все было понятно. До новых встреч. Продолжение следует.